Она такая прекрасная, и надеюсь, что мы будем ее встречать со спростертыми объятиями и знать, что она присутствует в нашей жизни. Мы продолжаем читать магические практики, практика благодарности. У нас завтра уже седьмой день, да, я сейчас вам зачитаю седьмой день, потому что как же, как же, я могла вас оставить ни в коем случае. Поэтому давайте день седьмой начинаем. Магический способ выхода из негативных ситуаций. Благодарный человек остается благодарным при любых обстоятельствах. Бахаула – основатель бахаитской веры. Если у нас затяжной кризис в отношениях, или нехватка денег, или проблемы со здоровьем, или неприятности на работе, все эти негативные ситуации говорят только об одном – мы уже давно не испытывали за что-либо благодарности. Если мы не испытываем благодарности за все, что получаем в жизни, мы неосознанно начинаем принимать это как должное. Такая жизненная философия приводит ко множеству негативных ситуаций в жизни. Ведь когда мы все принимаем как должное, не испытывая благодарности, мы лишаем себя магии. Как только вы становитесь по-настоящему благодарным, ваш уровень жизни поднимается. И наоборот, если вы относитесь ко всему, как к самому собой разумеющемуся, ваш уровень жизни начинает стремительно падать. Благодарны ли вы за свое здоровье, когда хорошо себя чувствуете? Или вы вспоминаете о нем только когда вас что-то беспокоит? Цените ли вы свою работу каждый день или только в тот период, когда есть угроза попасть под сокращение? Радуетесь ли вы своей заработной плате или считаете, что вам обязаны платить, раз вы сидите в офисе с 9 до 18? Радуетесь ли вы своим отношениям, когда все идет гладко? Или вам привычное жаловаться на своего партнера, когда вы накануне поссорились? Испытываете ли вы благодарность за свою машину в тот день, когда доехали до работы вовремя? Или вспоминаете о ней лишь когда глохнет двигатель? Говорите ли вы спасибо Вселенной за то, что вы живы? Или вы принимаете свою жизнь как должное? Привычка все принимать как должное приводит к появлению недовольства, негативных мыслей и слов. Когда вы чем-то недовольны, то по закону притяжения вы притягиваете к себе еще больше причин для недовольства. Если вы жалуетесь на погоду, пробки, своего начальника, супруга, семью, друзей, случайного встречного, очереди, состояние экономики, цены, плохое обслуживание, значит, вы разучились быть благодарны. Каждой новой жалобой вы отдаляете от себя жизнь вашей мечты. Сейчас вы понимаете, что жалобы, негативные мысли и слова, а также привычка воспринимать все как должное перекрывают поток жизненных благ. Вы понимаете, в тот раз, когда вы не получили то, на что рассчитывали, вы просто забыли поблагодарить за то, что уже имели. Невозможно быть разороженным и благодарным одновременно. Невозможно одновременно благодарить и обвинять. Невозможно одновременно ощущать и благодарность, и печаль. И, конечно, прекрасная новость. Если сейчас в вашей жизни все сложно, любую негативную ситуацию можно легко трансформировать с помощью благодарности. Она исчезнет, как туман под лучами солнца. Вот такая магия. Вне зависимости от того, насколько плохи сейчас ваши дела, всегда можно найти хотя бы одну причину для благодарности. Особенно, когда вы знаете о ее магическом свойстве. Уолт Дисней, который знал об истинной магии жизни, показал нам это в своем фильме «Полианна». В этом фильме, в 1960-го года, самой поразительной для меня стала игра в радость главной героини. Она произвела на меня такое сильное впечатление, что я сама играла в радость все свое детство и подростковые годы. Правила игры очень просты. Нужно найти вокруг себя как можно больше причин для радости, особенно если сейчас у вас трудный период в жизни. Когда вы находите причину для радости или причину для благодарности, в сложной ситуации вы обязательно найдете и решение тоже. В Уолт Дисней в фильме «Полианна» продемонстрировал магическую силу благодарности, а за несколько тысяч лет до него о той же магической силе говорил Будда. Давайте встанем и поблагодарим за то, что если мы не научились многому, то, по крайней мере, научились чему-то. А если мы вовсе не научились ничему, то, по крайней мере, мы не заболели. Если же мы не заболели... Если же мы заболели, то хотя бы не умерли. Гаутама Будда Основатель буддизма Вдохновите словами Будды и сегодня выберите одну из проблем или негативную ситуацию в своей жизни, которую вам больше всего хочется разрешить. И найдите 10 причин для благодарности. Знаю, эта практика может показаться сложной на старте, но Будда подсказал вам, как надо действовать. На компьютере или в блокноте для благодарности составьте список для 10 причин. Допустим, ваша проблема заключается в том, что вы безработный и, несмотря на прикладываемые усилия, никак не можете найти новую работу. Спасибо за то, что раньше я всегда работал и теперь у меня много профессионального опыта. Спасибо за то, что до этого момента меня никогда не увольняли. Спасибо за то, что на данный момент есть много открытых вакансий и каждый день появляются новые. Спасибо за то, что я многому научился, составляя и рассылая свое резюме и проходя собеседование. Спасибо за то, что состояние моего здоровья позволяет мне работать. Спасибо моей семье за то, что в данный период она помогает и поддерживает меня. Спасибо за то, что у меня появилась возможность немного отдохнуть, поскольку я в этом нуждался. Спасибо за то, что, потеряв работу, я осознал, как много она для меня значит. Прежде я никогда не задумывался об этом. Такая благодарность магическим образом притянет новые возможности и предложения. И очень скоро ситуация с работой коренным образом изменится. Благодарность превосходит по силе любое негативное отношение к ситуации и притягивает бесчисленные возможности для ее разрешения. Все, что вам необходимо сделать, это научиться быть благодарным и следить за магическими переменами в своей жизни. Еще один пример. У сына не ладятся отношения с отцом, и он чувствует, что бы не сделал, отец никогда не бывает доволен. Какая благодарность может быть написана в вашем блокноте? Спасибо за то, что большинство моих отношений с другими людьми по-настоящему хорошие. Спасибо моему отцу за то, что он много трудился, зарабатывая деньги, чтобы дать мне образование, которое в свое время не сумел получить он. Спасибо моему отцу за то, что он обеспечивал нашу семью, когда я был маленьким. Тогда я не понимал, каких усилий стоило ему зарабатывать деньги и содержать целую семью. Спасибо моему отцу за то, что в детстве он каждую субботу водил меня на баскетбольные матчи. Спасибо моему отцу за то, что сейчас он не так строг и суров со мной, как раньше. Спасибо моему отцу за заботу обо мне. Он не был бы так строг со мной, если бы ему было все равно. Спасибо за то, что отношения с отцом помогли мне научиться большему пониманию и состраданию в отношениях с собственными детьми. Спасибо за то, что отношения с отцом показали мне, как важно поощрение в воспитании счастливых и уверенных в себе детей. Спасибо за те моменты, когда мы с отцом можем над чем-либо посмеяться. Некоторые люди не имеют такой возможности, потому что всегда росли без отца или он погиб. Искренне спасибо за то, что у меня есть отец, и что кроме трудных моментов общения с ним, были также и хорошие. И я верю, что в будущем хороших будет еще больше. В результате искренней благодарности сына, его отношения с отцом постепенно улучшатся. Сын изменил свои мысли и чувства по отношению к отцу, и благодаря этому изменится и чувства, которые он от отца получает. И хотя сын выражает свою благодарность мысленно, не на энергетическом и квантовом уровнях, она все равно окажет магическое воздействие на отношения его с отцом. Если сын продолжит относиться к отцу с благодарностью, то по закону притяжения сами обстоятельства начнут складываться в пользу их отношений. Запомните, вы можете проверить, работает ли ваша благодарность по своим чувствам. Если вы все делаете правильно, ваше состояние будет улучшаться. Первым свидетельством действия магической силы благодарности будет ваше чувство приподнятости и воодушевления. Когда оно возникает, будьте уверены, ситуация вскоре улучшится, и вы найдете решение проблемы, с которой хотите справиться. Чтобы решить любую негативную ситуацию, вам нужно Найти причину для благодарности и сосредоточиться на них до тех пор, пока не начнете чувствовать себя лучше. А затем вы станете свидетелем того, как ситуация начнет магическим образом разрешаться. Составляя свой список из 10 пунктов, проследите за тем, чтобы каждый пункт начинался словами. Затем пишите, за что именно вы благодарны. Возможно, вам будет легче воспользоваться игрой в радость, полианной. Я так рад, что... Дальше перечисляйте, почему вы рады. Перечислив все 10 причин для вашей благодарности, закончите в упражнении магический способ выхода из негативных ситуаций следующей фразой. Спасибо, спасибо, спасибо за наилучшее решение. Спасибо, спасибо, спасибо за наилучшее решение. Постарайтесь весь день не говорить ничего негативного. Это может стать для вас настоящим испытанием, и все же попробуйте продержаться всего один день. Очень важно сделать это, потому что мало кто из нас представляет себе, сколько всего негативного мы говорим в течение дня. Помните, негативная реакция и жалобы притягивают еще больше причин для иновольства. И когда вы следите за тем, что говорите, вы можете решить для себя, готовы ли вы к таким последствиям. Если вы поймали себя на негативных мыслях или словах, воспользуйтесь магическим спасательным канатом. Немедленно остановитесь и произнесите «Но я должен признать, что я искренне благодарен за…» И пишите за что. Закончите фразу, назвав любую причину вашей благодарности. Держите магический спасательный канат при себе и хватайте за него всякий раз, когда возникнет такая необходимость. Если у вас возникает какая-либо проблема в будущем, гасите ее угли благодарностью, прежде чем они запылают огнем. Одновременно с этим вы зажжете другой огонь. Магический. Магическая практика номер семь. Магический способ выхода из негативных ситуаций. Первое. Повторите пункты 1-3 магической практики номер один. Десять причин быть благодарным. Составьте список, перечислив десять причин быть благодарным. Напишите, почему вы благодарны за тот или иной пункт. Перечитайте список и после каждого пункта произнесите «Спасибо, спасибо, спасибо», стараясь при этом как можно полнее ощущать благодарность. Выберите в своей жизни одну проблему или негативную ситуацию, которую вам больше всего хотелось бы разрешить. Найдите десять причин быть благодарным за эту негативную ситуацию и запишите их. Завершите ваш список словами. Спасибо, спасибо, спасибо за наилучшее решение. Постарайтесь в течение всего дня не говорить ничего негативного. Если поймаете себя на том, что поддаетесь негативным мыслям или произносите негативные слова, воспользуйтесь магическим спасательным канатом. Немедленно оборвите себя и скажите «Но я должен сказать, что я искренне благодарен за…». Перед тем, как уснуть, возьмите свой магический камешек и произнесите магическое слово «Спасибо за самое лучшее событие этого дня». Ну, вот такое задание на завтра. Либо кто-то только присоединился и тоже хочет пройти практику благодарности. Посмотрите, буквально шесть дней назад я выкладывала первую практику, первую, вторую. И там, в общем-то, где на фоне видите вот такую картину, либо вот такой вот темный фон, значит, мы читаем книги, либо говорим о технике благодарности. Используйте ее, потому что, вот удивительно, у меня сейчас в жизни, расскажу вам, происходит очень такой негативный момент, негативный, сразу могу сказать. Но я стала за этот момент благодарить, причем еще не знала, что седьмой день будет именно такой, я просто не помню, я проходила, но два года назад эту технику благодарности. И вы знаете, и как-то все так складывается, когда благодаришь, и, естественно, наполняет тебя какая-то другая энергия. Просто ты говоришь, спасибо тебе большое за это, вот благодарю тебя вот за то, что ты мне сейчас даешь. И даже, может быть, это не очень и хорошо для меня, но я понимаю, что зачем-то ведь это ко мне идет, когда ты говоришь спасибо, как-то у тебя становится все хорошо. Это же очень, очень отзывается в нас, вообще, когда мы благодарим за что-то, да, когда почему вот нам говорят, например, а ты спасибо сказал в детстве. Вспомните, когда дают конфетку взрослой ребенку, а мама смотрит на ребенка, спасибо, и скажи обязательно спасибо, это же не просто так. Не просто так. Потому что если мы умеем говорить искренне спасибо, если мы понимаем, что нам это достается, не важно что, будь то свет, который светит, либо электричество, которое работает, либо интернет, который сейчас ловит мой телефон. Но, блин, я действительно говорю интернету огромное спасибо, потому что мы можем с вами общаться. Я действительно постоянно благодарю тот, кто создал Инстаграм, потому что действительно это крутая вещь. Я благодарю себя, то, что я каждый день стою и занимаюсь йогой. Я благодарю девочек, которые ко мне приходят на занятия, без них не было бы этих занятий. Я благодарю людей, которые выкладывают ролики в интернет, и я смотрю новые упражнения для йоги, чтобы составлять новые программы. Я благодарю свою голову за то, что я составляю новые программы, каждый раз придумываю, чтобы девчонкам не было скучно на коврике, потому что мы занимаемся каждый день. Я благодарю свою машину, что она у меня едет. Я клянусь. И спасибо предателям тоже надо говорить обязательно. Я вам более того скажу, когда я прорабатывала вообще все это на листке бумаги, всех, кого я ненавидела и на кого я держала зло, я нашла причины, за что я должна их поблагодарить. Я нашла причины, за что я должна их поблагодарить. Книгу показываю пока. Понимаете? Я нашла эти причины. Потому что, когда ты начинаешь раскручивать даже самую негативную ситуацию в нашей жизни, и вдруг ты понимаешь, блин, а ведь именно благодаря вот этому моменту я стала умнее, а ведь именно благодаря этому моменту я не поверила, или наоборот, я сделала по-своему, потому что знала, что может получиться вот так, и получила куш. Мы на самом деле не понимаем, что каждое событие в нашей жизни – это как бусины, без которых не будет полного ожерелья. Убери сейчас какой-то момент из вашей жизни. И что? И все поменяется. Сколько фильмов, сколько сюжетов на эту тему снято. Да, я читала «Радикальное прощение», конечно. Обалденная книга. Понимаете? Вы только задумайтесь, как вам эти моменты принесли, сколько пользы. Почему вам нужно благодарить? Вы стали мудрее, вы стали умнее благодаря потерям или каким-то негативным ситуациям. А без них мы бы не узнали, как… Вот мы, когда рождаемся, мы такие наивные дети, наивные. И вот мы начинаем обжигаться. Раз, два, обожглись. А если бы мы не обжигались, тогда мы были бы тепличными растениями. Поэтому, конечно, и люди, которые нас обманывают, они не просто так нас обманывают, они нас учат чему-то. Сто процентов. Учат каждый человек, даже который нас обижает, он нас учит чему-то. Потому что если меня чем-то человек обидел, задай себе вопрос. Интересно, а почему я так отреагировал на это, Рьяна? Значит, какая-то есть тема, которая сидит внутри меня и является триггером. И вот таким образом, понимаете, вы начинаете раскручивать. Вообще, можно даже поблагодарить друг друга. Вот даже вот мы сейчас сидим в этом чате и просто скажем друг другу огромное спасибо. Что мы создаем такой классный энергетический посыл, которым мы делимся. Я пойду к детям работать, вы тоже пойдете куда-то, либо к своим друзьям, либо на работу. И вы будете светить этой энергией, которую вы сейчас напитываетесь, и я вместе с вами. Ведь постоянно мы раскачиваем с вами энергию. Положительную энергию. Понимаете? Я благодарю тот момент, когда я подписалась на тебя, раньше тебя не знала, не смотрела Дом-2. Я благодарна за все Всевышнему. Я вашу фанатку. Благодарю, благодарю. И я вас благодарю. Благо вам дарю. Александр, вы знаете, что сегодня зеркальная дата. Нужно загадывать желание и строить планы. Конечно, я уже загадала желание. И мне кажется, что оно немножко стало уже сбываться. У меня есть одно желание, которое я мечтаю. И оно стало немножко сбываться. Спасибо, спасибо, спасибо. Благодарю, благодарю, благодарю. Спасибо всем. Вот это классно. Привет из солнечной Греции. И вам привет из солнечного, солнечного Геленджика. Привет вам из Сочи. Приятно смотреть вас и слушать. Саша, спасибо, благодарю за эфир и за ваш позитив. Благодарю от слова благодарю. И спасибо от слова спаси Бог. Благодарю за твои мысли. Не прощаю и не благодарю предателей по жизни. Ну, Вика, это ваш выбор. Конечно, выбирайте, как хотите. Это главное. Главное, чтобы вам было спокойно. Это самое основное. Спасибо. Я вас, милый, все, все благодарю. Я тоже загадала желание. И этот эфир, это волшебство. Благодарю, выходи в эфир. Мое желание прилететь в Геленджик. Значит, прилетите. Саша, подскажите от волнения тремор в руках. Как от этого избавиться? Вы такая классная. Волнение, с волнением справляемся посредством нашего дыхания. Дышать. Вот прям вы сидите, у вас руки трясутся. Что мы делаем? Мы себя начинаем тормозить. Я закрываю глаза и начинаю делать вдох носом. Надувая живот. Медленно. И выдох медленный носом. И вот таким образом посидите минуту, и вы сразу успокоитесь. С дыханием всегда нас успокоится. Сашенька, пусть будится твое заветное желание. Спасибо. Привет, выходи чаще в эфир обязательно. Я вас обожаю. Меня зовут Настя. А как вас, я вас обожаю смотреть. Саша меня зовут. Очень приятно. Сашенька, привет, я смотрю Дом 2. Все 17 лет. И до сих пор смотрю у Надюшки здание свадьбы. Замечательно. Люблю себя, обожаю, целую. Обожаю, Сашенька, любимая я. Ну что, все, я всех люблю, обожаю, целую. Спасибо вам большое, что были со мной. Я полетела на работку. Попорхала на работку. У меня сейчас йога с детками. Поэтому до встречи. Обнимаю. Всех благодарю. Продолжение следует... Продолжение следует...